Почему Бог попускает такие трагедии? И как не потерять веру после этого? Слово почему-то не к человеку, а к Богу. Вот пускай и молятся. Почему я должен? Бог мне не отвечает на это. И не сказал, чтобы я узнавал. Я свое-то не разбираюсь. Почему я упал? Уголь тут у нас. И доски вынимаются. Угля меньше, доску вынимаем. И я туда шагнул, когда нога-то зацепилась. И я через этот барьер упал прямо в коридор, где углярка-то. И упал, и два ведра рядом. Я бы вот так рассек полностью все, и нос сломал. Я упал прямо между ведрами в темноте. И первое, я кое-как поднялся, расшибся. И только одно, Господи, да кто же за меня так молится? У меня один вопрос. Так и здесь. Не знаем мы. И поэтому мы можем сказать так. Все в руке Божией. Бог дал, Бог взял. Книга Елу. Первая, вторая глава. Он горшечник, а мы горшки. И он знает, какой горшок, когда обжечь, какой разбить, какой склеить. Не властен ли, Господи, над этим пророки восклицают о Боге? Ну, это мы говорим, это наши люди. Но другие-то там немцы-то тоже ведь умирать не хотели. За ними охотились. И представь себе, пришло войско царя Синахи Рима. Водители, например, Старопсак. И издеваются над народом Божьим. Хулят. Ночь. Все, ну что, отдыхайте. Часовые стоят. Утром встали. 185 тысяч мертвых. Что случилось? По сегодняшнему. В один день тромб не бывает. Унисульт не бывает. Шкатрава какая-то. Газовая атака прошла. Ее тогда не было. Ну, это лет за 700 почти до Рождества Христова. Что? Объяснение только одно. И ангел Господень поразил. Ну, неужели все одинаково были? Не знаю. Я знаю только одно. Когда восемь человек Господь на Иноя в ковчег поместил, то на земле уже в это время было много людей. Много. Потому что потоп случился в 1656 году в отцетворении Адама. Слово сказать, от потопа до Вавилонской башни 721 год. От Адама до Христа 5508. Вот теперь я считаю, сколько времени русский язык существует. Ну, славянский. Так и здесь. Если мы начинаем думать, откуда нам знать Божий промысел. Может, Господь видит, кто-то смеялся в этом. Вот говорят, теперь я не знаю, насколько достоверно. Будто бы перед отплытием в первое путешествие в Америку, главный архитектор и строитель, инженер Титаника сказал, такой корабль сам Бог не потопит. За три года раньше или за два, где-то там, за Исландией, погода была такая, отломился огромный-огромный айсберг. И он шел от айсберг два с половиной года, примерно говорю, чтобы встретить Титаник и отправить его на дно. То есть у Бога заранее к этому. Вот он родился Гитлер, еще никто не знает. А Лаис, отец его тоже притесняет, не знает. Но никто не знает, что это будет. Он потрясет весь мир. Так любить свой народ, как он, я не знаю, в истории мировой было или не было. Свой народ, нацизм. Прямо. И дальше. И был ли такой человек, так дурно поступавший против народа Божия евреев? Юдафобия задушила его. И на этом он кончится. Или так и Сталин. Учился в семинаре. А он в церковном хоре пел. Гитлер-то маленький был. И поэтому сказать как? А если бы тогда он умер, и войны бы не было. А люди говорят, почему? Да Бог знает, что он кем будет. И так эти люди, которые были. Кто-то же выскочил. А остальные там сидели сзади. Им и билеты там дали. Загородили вещами. Никто не может пройти. А пожар вот он. И все. Охватило. Сознание потеряли. И никого нигде нет. Мы не знаем. Мы только знаем, что без промысла Божьего ничего не делается. Случайного нет. Как они полетели? С какими мыслями? И там, в которых говорят, я не увидел ни одного верующего. Я не знаю, были или не были. Но нигде не показано это. А если верующие были, я тоже летал. Я летал не один раз и не где-то летал. А в Америку. Океан пересекал. За меня молились, я молился. Да на дорогах-то сколько бывает. Речь о десятках тысяч идет. Так, а мы прошли всю Европу. 120 тысяч километров. И ни одна машина нас не стукнула. А мы ехали. Там перевернутые большие грузовые татры лежат. Там все рассыпано. Там только рука торчит из железок этих. Все раздавлено. Почему не мы? Мы еще лучше других, что ли? Все как у Бога вымерено. И он знал. Если бы случалось, а за что? Не торопись языком. Написано, и в доме царя был найден только один ребенок положительный. И Господь его взял. То есть он умер. А люди говорили, как так? Такие надежды подавал. Математические разные олимпиады выигрывал. Вот и Господь и взял его, пока он не развратился умом. Так и это. В сравнении с вечностью – это ничто. Все равно мы смертные. И умрешь ты на 30 лет раньше или на 100. Все, Бог не считает годы. Он смотрит в сердце. Готов ты или нет? Садились, молились или нет? У меня бывало такое. Я сажусь так на весь зал или на весь самолет, можно сказать. Слушайте внимательно. Кто хочет помолиться, давайте помолимся, иначе отрава будет. Авария случится, может быть. Что ему надо? И начинает против. И ни один не откликнулся. И все на этом. А я еду, вот так вот обнял. А у меня компьютер подарили в Вашингтоне. И в Нью-Йорке мне подарил там Кондратюк Арсений Архимандрит. 12 томов Златоуста. Полное издание, изданное в Италии. Это не то, что я сегодня такой хиленькой бумаге. Настоящая, твердая. И я тогда подумал, а взять можно один только груз, самолет. Я компьютер оставил, а это взял. Потому что компьютер, я думаю, дома можно накопить и купить. Хотя я не копил, а уже мне принесли мои друзья. И вот так получилось, что загорелось. Так не только это, а вот это, когда там кривая лошадь или хромая лошадь, сколько сгорело. Сколько в этом карась. Названия-то такие все. Так это и за рубежом было. Кто-то взорвал, кто-то что-то. Вот эти танцовщицы-то. Это ансамбль Александров-то полетел в Сирию. Самолет-то. И как будто его никогда не было. Даже не поминают. А ведь там-то был и режиссер, генерал. И это Лиза поехала. Лиза. Врач-то для всех она была какая. Заботилась. И она погибла. Почему? Это почему никто не ответит. Но мы знаем, что в вопросе вечности готовность или неготовность. Если человек молился. Вот адмирал Нахимов корабль, когда потопили. И когда водолазы сошли, то в одной из кают увидели священник, сидит крепко, прижимает к себе мальчика лет 12. То есть все заклинило от удара. Он не мог дверь открыть, он сел и стал молиться. У меня стихотворение вот это. «Рыбацкая шхуна с волнами боролась». Последний такой уплет. «Когда мой корабль опрокинет пучина, А рот поперхнется волной, Дай Боже, чтоб к небу своей кончиной Других я улег за собой. Вот в этом все. И поэтому говорит слово «трагедия». Еще говорит, живые позавидуют мертвым. Они сразу сгорели. Самая легкая смерть в воде утонуть, златоуст, говорит. А когда мучается, а самое трудное, самое трудное от голода. Это он так говорит. И вот здесь люди говорят, вас спрашивают, ответят. Богу молитесь, что Бог открыл. Да нужно ли это? Их уже нет. Если они были верующие, помолитесь. А не верующие, тут ничего не поможет. Да он был хороший, там, ботаник какой-то, биолог. Там, и в теологии занимался. Я смотрел, кто там погибли. Для Бога-то умер, когда Ельцин отпевали. И там архидиакон какой-то. Господи, помяни первого президента Российской Федерации. А рабом не назвал, помяни раба Божьего. Ну, это явное дело-то. Да Богу, ну же наши президенты. Пьяниц ухороните. Как КПР писали, ему осиновый кол в могилу надо было вбить-то. Чтоб до гроба достал. Такую страну под откос пустили. Все отдали. В Израиль, да в Америку. Всю страну разворовали, как будто не видят. Это, к примеру сказать. У Бога все высчитано. Иногда говорят, за что такие люди погибли где-то. А я знал, два пацана, они спать никому не давали. У них мопеды, а мопед он трещит. И они, когда люди отдыхают, ночью, вечером, ничего с ними не сделаешь. И вот они за машину цепляют, крючки сделали себе. А машина-то резко развернулась, а они по инерции туда. Они не знали, что она повернется-то. Их как бросила под встречную машину, сразу обоих задавила. Ой, да такие ребята были. А другие говорят, туда им и дорога, они жить никому не давали. Вот и все. У Бога другая шкала. И проникать в это нам не надо. Мы знаем только, без воли Божьей этого бы не было. Не было. Вот мы вернулись. Вернулись. И не просто от Мурманска до Москвы, а на машине, медленно, ночевали где угодно. Как обстановка у нас была. Какие страны. И все легло к ногам. За нас молились и молились все. Я на этот вопрос отвечаю только так. Просите Бога, чтобы открыл, что мы приготовились. У них уже ничего нельзя сделать. И поэтому их забот о неверующих. Понятно. Вот он был там работником или отец. У него дождь осталась. Для Бога это нет никакой разницы. Осталось, не осталось. Ты сам. В чем застану, в том и сужу. Придур раба. Говорит, придет тот час, когда не ждет его, а он начал бить рабов своих и прочее. Притча-то Христова. И вот он как раз в этот момент, никто не думал. Уже садился. Кто еще думал? Я знаю, что такое на самолете. Я молился. Всыпился в этот чемодан со златоустом. Ну, Богу угодно. Не роптать только. Бог дал, Бог взял. Все. И утешать кого утешать? Утешать, Господи, тем, чтобы они сами подготовились. Их уже нету. И не надо, как Жуна Давидашвили, то уедет приемный, или ее сын там в могиле был, телефон ему зарядила, положила, ждала, когда позвонит. Она с ума сошла. Ведьма. А для нее как раз надо было. А он где-то в аварии был, а потом выздоровел. И пошел в баню, в сауну. Ее там зарезали. Ну, я не знаю, какой он был, что. Но факт тот, что она с ума сошла, рехнулась. На ее смотреть страшно. Скорчужилась. У нас тоже умирают люди. Вот помню, у нашей мамы умер ребенок. Это уже... Я даже помню. Ну, умер у двоюродной, у дяди моего. Вот умерла она лет 18. Ну, умерла и умерла. Похоронили. Умерла она, упала или сгорела. Разницы никакой нету. Главное, жизнь оторвалась. Нить оторвана. Ну, и все. Поблагодарили Бога. Меня когда посадили, сюда пришли наши в дом. А люди отовсюду поналетели тут. И объяснение никакое. У всех такое радостное настроение. Прям возвышенное. Что такое? Человека посадили, а мы... Ну, все. Я иду по этапу. Теперь я там свидетельствую. И жена говорит мне, ну, прямо необъяснимое такое... Такое легкое чувство. Все друг друга целуют, радуются. Ну, радуются, почему? Что я не отступил. Я засвидетельствовал, обличил власти. Ну, все сказал, как надо. Ну, слава Богу. Субтитры сделал DimaTorzok